25 мая в Кохт-Лоярве в торжественной обстановке был открыт новый центр семейных врачей. Здание было реновировано и оснащено оборудованием в соответствии с самыми последними требованиями. Где-то около 20 лет назад мы мечтали о создании действительно большого комплекса. Первая очередь, 5 лет назад практически было охочено. Сейчас идет подготовка для того, чтобы пустить в жизнь вторую. Но сегодня промежуточный этап, когда семейный центр открывается. Я надеюсь, что мы с вами в августе-сентябре встретимся, когда весь этот комплекс будет открываться. Поэтому такой промежуточный этап, он несколько волнительный, потому что действительно очень большая работа сделана. Это же не для строительства, собственно говоря, не на год, не на два, а это будет на долгие годы. Причем этот комплекс, на мой взгляд, обслуживает, ведь не только, на мой взгляд, он обслуживает весь Северо-Восток. Это значимое событие. Почему сегодня очень интересный момент? Потому что стоимость этого объекта 31 миллион и половина, практически 15 миллионов, это то, что помогло нам государство. Поэтому мне очень приятно, что с нами сегодня председатель Реги Когу, господин Юрий Ратас, потому что, будучи, собственно говоря, руководителем правительства, он помогал и помогает до сегодняшнего дня. И надо отдать должное всем, кто принимал участие, именно в финансировании, подготовке. Тут уже несколько технических вопросов, но мне кажется, что надо сказать спасибо людям, которые помогали эти годы. И, конечно, очень приятный, красивый день. На церемонии открытия присутствовал высокопоставленный чиновник, председатель Реги Когу Юрий Ратас. После небольшой экскурсии по новому зданию он поделился своими впечатлениями. Я думаю, что дом здоровья в Ахтме – одна часть от всего комплекса. Очень приятно, что здесь будут работать шесть семейных врачей. Я надеюсь, что соседние города будут пользоваться этим зданием и получат квалифицированную помощь. И еще раз призываю прививаться. Это очень модное и современное здание. Дом здоровья в Ахтминской части города Кохт-Лоярвы был построен при финансовой поддержке государства. Продолжит ли государство инвестировать в регион и до Вирума и дальше? Я думаю, что очень важно, чтобы государство принимало совместное участие, что не только местность управления финансировала, что если взять Нарву и Крингольм, тоже очень важно, чтобы государство принимало активное участие. По словам главы Давирской центральной больницы Тарму Баклера, новое здание, современные условия пойдут на пользу как клиентам, так и самим медработникам. Также он отметил важность соучастия государства при строительстве таких объектов. Самое важное – это для населения и для семейных врачей, потому что все-таки и люди могут быть уверены, что и семейные врачи работают в современных условиях, в новых домах. Но для больницы это один из многих шагов для того, чтобы развивать весь центр. Без государства таких инвестиций не делают. Либо это в Таллине, или это в Тарту, или в Перну, или в Котле-Эрве. Такие большие инвестиции только в месте государства. Следите за последними новостями на городском сайте.